если меня кто-то хватает за руку просто соответственно посмотрите у нас есть место соединения пальцев есть один большой палец либо с другой стороны четыре пальца мы всегда будем искать слабое звено то есть мы либо бы я буду работать данной ситуации если меня схватили таким образом на место соединения пальцев собственно говоря на разрыв таким вот образом либо если это рука находится таким образом с другой то есть у нас опять же работа резкая работа на себя не хватает силы например выдернуть свою руку одной рукой можно помочь себе второй рукой хватите любой стороны я вот снизу подхватываю вот мои пальцы я руку тяну к себе да вот здесь то же самое если меня хватают сверху моя рука мы работаем здесь против большого пальца каким образом я пускаю руку вниз идет рычаг на большой палец и он раскрывается но мы также здесь можем эту руку соответственно схватите второй рукой и выдернуть ее до если это захват двумя руками может быть такой вопрос то есть вас будут пытаться двумя руками выйдет соответственно решение абсолютно то же самое но здесь придется больше прилагать сил соответственно если меня хватает двумя руками чуть-чуть отличие если моя рука сверху здесь две руки много пальцев очень тяжело каким образом я делаю разворачиваю руку горизонтально и локоть чуть идет вперед я как бы локтем сверху сбиваю руки не спеша и вот теперь локтем просто давите на мои если снизу то просто вы здесь у меня меньше проблем у меня здесь всего два больших пальца поэтому вторая рука сверху между рук захватывает руку и тянете ее на себя выдергиваете основные удары если вы не хотите себе повредить руки и проще всего наносить пяткой ладони вот пятка ладони возьмем то есть не кулак который работает в цель пятка ладони больше площадь меньше шансов повредить себе запястье костяшки либо еще что то соответственно просто пяткой ладони мы бьем в лицо. Соответственно, если вас кто-то хватает, если меня кто-то схватил, соответственно, реакция простая. Я в этот момент могу... Можно, конечно, выдергивать эту руку и так далее. Первое, что мы делаем, бьем в лицо. Опять же, здесь воздействия на глаза могут быть. Удар в лицо, выдергиваем руку, убегаем. Сейчас можете попробовать удар. Главное в ударе, когда мы бьем, вложить туда массу, то есть чуть туда больше энергии подать. Первое, что мы делаем, это удар ладонью в лицо, в нос, да, активно вырываем руку и, собственно говоря, пытаемся как можно быстрее убежать. Удар ногой происходит за счет... Первое, что мы делаем, это работа... Поднимаем колено, то есть работа коленом. Дальше наша задача раскрыть колено, соответственно, ударить в пах. Можно ударить таким образом, либо у нас есть так называемый удар стампинг кик, когда вы бьете не таким образом, а туда. То есть, это очень часто, это хороший эффект, когда я боком к противнику. То есть, для того, я не могу отсюда ударить таким вот образом. Соответственно, если меня кто-то хватает, я могу просто... Мы сгибаем ногу, бьем, возвращаем ногу. Соответственно, то есть, если вы ко мне стояли, например, спиной, боком, я вас схватил, пытаюсь что-то сделать. Задача поднять ногу, да, как будто вот движение, вот такое, как будто вы таракана убили. То есть, по кратчайшей траектории, если ножик был здесь, моя задача, то отсюда сбить руку и тот же самый удар в пах, о котором мы говорили. Сбив удар в пах, убежали. Моя задача, если у меня оказался в руках предмет, если это нож, я постоянно создаю зону, куда не может войти другой человек. Да, это требует достаточно много энергии, это требует достаточно много... Энергозатратно, но я постоянно... То есть, человек не должен сюда входить. Удары доставят... То есть, движение достаточно быстрое, я не позволяю противнику сдвинуться. Он не может ни меня схватить. То же самое с палкой. Но палка у нас гораздо больше. Но мы должны понимать, что это должна быть легкий предмет. То есть, я пытаюсь... Опять же, все ваши движения вокруг меня. То есть, я хочу вас схватить, еще что-то сделать. Да, соответственно, ваша задача — это не дать мне подойти близко. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!